Еще один криптодень. Как вы знаете, друзья, я сейчас в Италии, очень хочется пойти пить вино и есть итальянскую еду, но я продолжаю делать апдейты криптолинка для вас. Итак, у нас биткоин упал ниже 6600 долларов. Все альткоины, в общем-то, следуют за биткоином, опережающими темпами вниз. В общем-то, все как ожидалось. Давайте посмотрим на все это более подробно. Вы на канале Крипто Хэмстер. Поехали! Вообще, все как по книжке просто. То есть, планировали мы выход из этого канала, вверх или вниз. Я больше исполнялась, потому что пойдем вверх. Но, видно, там посмотрели на шарты ланги, ребята, и пошли все-таки вниз. Думаю, что, скорее всего, пойдем мы вверх от этой точки. Но, как бы, есть вероятность, что мы протестируем вот этот уровень 6550 еще. Может быть, даже пробьем его, там, фейковый или не фейковый, тем не менее. А потом уже пойдем вверх. Дело в том, что, как уже я неоднократно замечал, большой у нас был тут диапазон проторговки вот в этом вот канале, да, до этого, очень долго. Поэтому, скорее так, а скорее всего, здесь была закупка именно Крипты, то ее нужно где-то слить тем, кто ее закупил. Я сомневаюсь, что вот это было достаточно для того, чтобы ее слить. Скорее всего, тут был до закупки. Или просто некая такая проторговка, чтобы, ну, сбор шартов, да, не шартов, а стопов. И здесь уже такое вытеснение тех или иных, вверх или вниз тех или иных участников рынка, чтобы потом еще дозакупиться. В общем, дозакуп, дозакуп, дозакуп. Возможно, спустимся еще, чтобы еще закупиться. И видите, чем больше это происходит, тем больше шансов того, что движение будет более сильным вверх. Как я уже и до этого тут отмечал свой фиолетовый вариант развития событий, возможно, что мы пойдем даже как раз и ниже. Хотя, мало вероятно, что на данный момент. Однако, это будет очень неплохим развитием событий для, видите, посторонний шум. Тут у нас машины ездят на Павлау улице, да, шумно-изоляция тут не очень. Ну, в общем, возможно, что будет, так как бы, посеяна паника, чтобы еще больше закупить перед самым ростом. Вот, однако, так или иначе, он будет в один или тот в другой момент времени. Я все-таки склоняюсь к более такому прописному варианту, простому, да. Когда мы пойдем вверх, протестируем вот эту вот линию тренда падающего, нисходящего. И потом будем тут отбиваться, отбиваться, копиться, копиться, а вот уже потом сделаем резкое движение. Хотя, конечно, может быть случиться раньше, но маловероятно, на мой взгляд. Что я думаю будет дальше, скорее всего? Возможно, что мы сделаем небольшую тень от свечи вниз. И пойдем вернемся в этот канал, поторгуемся здесь снова, сделаем пробой наверх. Опять какой-то такой фейковый вернемся в этот канал. И, скорее всего, потом, может быть, еще с дополнительным пробоем вниз, то, скорее всего, сразу еще раз пойдем вверх, затестировать вот эти вот цели. Это по биткоину, да. Ripple у нас, да, был таким моментом для дискуссии у Ripple XRP. Вот, о том, что он может там потянуть за собой весь рынок, как вы видите, как и XRP, так и Stellar упали ниже, чем все остальные. В принципе, опять же, это книжная история. То есть, они выросли сильнее, они упали сильнее. Это простая коррекция. Если биткоин пойдет в ту или иную сторону, эти ребята последуют за ним еще более сильными темпами. Но сам факт, сам вариант того, что, скажем, XRP сможет подтянуть за собой какие-то другие альты, стать поводырем, несмотря на падение биткоина, он себя не отыграл. Видите, доминация биткоина выросла, все альты, ну, много из альтов из них перешли в биток. Капитализация тоже, соответственно, упала, но не очень сильно. Так что все просто, просто тривиально пока развивается. Чем больше мы видим вот этих тривиальных вещей, чем больше все идет стандартно, тем более людей верят, что это будет продолжаться еще очень долго, принимают, соответственно, необдуманные решения на основе вот этих вот возможных событий. И когда критическая масса набирается, тогда все самое интересное и происходит. Идет развитие цены против как раз этих самых стандартных законов. И хотел обратить ваше внимание на количество шартов и лонгов. Видите, что в этом канале, кто-то говорил, шарты падали у нас. Падали, падали. И лонги некоторые не стояли, но тоже стали падать. Это говорит о том, что как бы оба части рынка, и быки, и медведи, они, так сказать, не уверены в том, что рынок пойдет в их направлении. Я не думаю, что вот это вот было сбор стопов у лонгистов. Не такой большой объем, в принципе. Я не думаю, что вот это было закрытие позиций в прибыль у шаркистов. Тоже не очень большое движение. Скорее всего, скажем, те, кто идет в лонг, они полагают, что мы будем падать еще ниже в виде этого движения и относительно какие-то небольшие объемы, да? Ну, относительно большие, вернее, да? Небольшие, для меня они есть какие-то больше, чем стандартные. И шартисты думают, что мы будем после этого падения корректироваться наверх. И, возможно, это было там предпадение перед ростом. Вот так вот они как бы распределены сейчас. И пока кто-то не имеет достаточного перевеса, развиваться рынок противоположного ему давления тоже не имеет того смысла. Ну вот, вот, вот как-то так. То есть пока все стандартно. Стоит посмотреть, что будет дальше. Как говорится, ну, я уже говорил, что будет, скорее всего, движение вверх. Может быть, немножко свечей потом вверх. А наш канал все сужается и сужается. И мы будем скоро, наверное, наблюдать что-то очень интересное. Чем больше сжимается пружина, тем она потом сильнее разрядится. Ну, вот такие дела. Надеюсь, вам было полезно. Если да, не забывайте ставить лайк, лайк и подписываться на канал. Следите за мной в твиттере, да? И удачи вам в торгах. Хочу с вами увидеться завтра, как всегда. И послезавтра тоже в моих передневных апдейтах крипто-рынка. Всем хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok